Господа, добро пожаловать на этот нестрим И именно этой ночью вдруг резко потеплело Я устал работать и оказался в Сочи Собственно, почему именно Сочи? Ведь можно было съездить дешевле куда угодно И это, кстати, основной тезис всего Сочи, действительно Сочи это недорого, Сочи это недешево Сочи это дороже, чем в Турции Это дороже, чем Дубай То есть я понимаю, конечно, что для жителей России в Сочи Ну, я уверен, что на сегодняшний день можно съездить, знаете, по дешману Так с палаткой, со всей этой фигней Тысяч за 20, наверное На человека, там, неделя на три Типа вот так И причем эти деньги все, как правило, уйдут на еду Потому что у вас есть велосипед, у вас есть палатка И вы, в принципе, можете там раз в 3-4 дня снимать какой-нибудь частный дом Наверное, за, типа, штукарик в сутки Может быть полтора, там мыться и ехать, собственно, дальше Это не проблема Другое дело, что если у вас есть некоторая сумма денег Вы на эти деньги в Турции отдохнете круче Вы на эти деньги в Дубае отдохнете круче Вы на эти деньги, блин, где-нибудь в Италии, в Испании, в Греции Вы отдохнете круче Вот в чем прикол Единственное, что вам выйдет дешевле, если вы отдыхаете в Сочи Это дорога, потому что вы можете поехать на машине Можете полететь на самолете Ну, как бы это внутри страны Это относительно дешево Поезд, опять же, да Все остальное, если мы берем за границу По стоимости гостиниц, по стоимости даже еды По инфраструктуре и прочему Все круче То есть Сочи, это само по себе очень прикольное место Оно действительно крутое Но оверпрайс То есть здесь какая-то просто нереальная наценка Только за то, что это Сочи Да, здесь есть европейский уровень Здесь, собственно, можете отдохнуть так же круто, как за границей Но дороже Вот это основной прикол И он мне, честно говоря, не очень в этом плане нравится А почему же я сюда поехал? Да потому что я никогда не был в Сочи Мне было интересно посмотреть, что это такое Что такое олимпийский объект Что такое олимпийская деревня Вон там заходите, вот туда И, собственно, и все И начинается у вас олимпийская деревня И там же и олимпийский огонь горит Тут же вечером поющие фонтаны Какой-то праздник фейерверков был Я на самом деле не буду ничего в этом видео Особо вам снимать и рассказывать про Сочи Просто потому что вы все про него знаете И что касается Сочи То можно найти в интернете практически все Всякие там гиды, отзывы и так далее и тому подобное Можно сказать, это просто обычный бложик Каким он, собственно, и бывает Но, типа, я просто в Сочи Вот и вся разница, ребят Море хорошее, чистое, кстати, прикольное Но пляжи галичные Задолбаетесь вы заходить в эти волны На самом деле по уши Хотя в волнах вся суть Круто, круто Соотношение цена-качество Просто в тартарары летит Вот это главный минус Сочи А в остальном, да, все по кайфу Едем дальше К вопросу о том, почему я все-таки полетел на самолете А не поехал на машине И зачем брать машину в прокат здесь Ну что, смотрите, дорога сюда Учитывая, что я иду не один, а с родственниками Займет примерно три дня Ну, допустим, два, если сильно лупить За, ну, понимаете, никак не получится Одному водителю, даже если меня Вау! Ну, это просто трэш Не получится ехать просто безостановочно Поэтому три дня в одну сторону Три дня в другую сторону Итого шесть дней я потратил бы только на дорогу То есть я именно бы потратил Я потерял бы даже эти шесть дней Это не очень круто Но представьте, шесть дней Ничего не выходит, вообще ничего Потому что я еду, я в руле Хорошо, я при этом могу даже по ночам что-то монтировать Но это какой-то напряг, понимаете? Я считаю, что отдых должен начинаться в тот момент Когда вот он начинается еще дома То есть не надо брать какие-то утренние самолеты Я вот взял самолет, который вылетает два часа дня Соответственно, я встал утром, почесался, позавтракал А ужинал я уже на берегу моря Вот в этом и есть прикол Никакой там дороги, никаких пробок, никаких гипотетических ситуаций Напряженности, нет Все, и так же будет абсолютно обратно Утром встал в гостинице, позавтракал И вечером поужинал у себя дома на кухне С полным расслабованием Прямой самолет, который летит три часа Пам-пам, все Отсюда до аэропорта 11 минут Мне дома от аэропорта я прилечу уже к ночи Опять же за 20 минут отскочил бы И ничего, не было никакой дороги Расстояние не случилось, ну классно Хотя с другой стороны, конечно, очень хотелось бы Сюда приволочь еще свой автомобиль На самом деле возникали дикие идеи Типа, что если взять и тачку привезти сюда Допустим, заранее Отправляешь ее из Питера, там, машиновозом сюда Потом летишь, здесь встречаешь И ты здесь на тачке Потом обратно машиновозом, собственно, ее увозишь обратно Но, что-то я решил, что мне лень И я только уже на месте Мне тут посоветовали сайт такой Типа, я говорю, что это все очень дорого Это заказывать Надо куда-то ехать, узнавать Я вообще не знаю, где это делается Мне сказали, братан, есть реальный способ подешевле Берешь, открываешь сайт Везет7.ру На нем размещаешь просто объяву Хочу увезти свой автомобиль Не важно куда Можно в Сочи, можно в Иркутск Можно в Владивосток Куда хочешь Или наоборот, с Владивостока себе обратно потянуть Эта заявочка остается висеть на сайте Там везет7.ру Эту заявку видят перевозчики И начинают за нее бороться, демпинговать И в итоге цена бывает за 3-5 дней А то даже если неделька заявочка зависит Падает аж на 70% Причем перевозчики все самые обыкновенные Их бояться нет смысла А не с договорами, со страховками По белым схемам Все оплачивается, следится Вообще все без проблем В итоге Можно было сделать так с самого начала Но я не знал Короче, парни Везет7.ру Ссылку на этот сайт и на промокод Чтобы получить скидку 500 рублей от меня Я оставлю в описании Размещайте свою заявку на сайте Не важно, что вам нужно перевезти Хоть какую-то коробку Хоть прям машину в сборе на машиновозе Вообще без разницы И ждете, пока выпуск плывет Предложение вашей мечты Ссылочки на них Я оставлю в описании Где бы взять время На дорогу На переезды На свою машину Здесь И на лодку с парусом А? А сопровождает нас В этой поездочке Ничто иное Как чистопородное Узбекское качество Это Део Некси 2010 года И у нас Похоже Кончилась жижа Только что я пшикал У Некси Интересная тема Если ты ездишь Скандеем У тебя стекла Запотевают Снаружи Это что-то Неизведанное У меня такого Почему-то Никогда не было То есть Не запотевают Они только Когда днем ездишь Солнцем А когда солнца нет Естественно Они И ты Короче Вот так вот Ночью А чтобы они Запотевали Ты водичкой Их так поливаешь Даже при том Что нет дождя По итогу Получается Вот такая Бородинь Нифига не справляется Но она белая Она восьмиклапанная Она на полтора литра Она на серпантинах Подыхает Скандеем Причем Кстати Если тахометр У вас переваливает Это нормальная подсветка Кстати Смотри Я не знаю Как сделать Вот это Вот это То есть Если еще закрыться Вот так вот Я вообще не вижу Что там И подсветку Как ярче сделать Я не нашел Какая-то побуйня Ну-ка Пес его знает Короче Я не понял Как делать Эту подсветку И если тахометр Переваливает За 4000 То есть Типа у вас Какой-то кикдаун Канди Отключается Автоматически И тачка Начинает Неистово валить Но скажу вам По секрету Тазик на шесноре Бы ее конечно Порвал Да До отечественного Автопрома Этой тачки далеко Но она мягче Она наверное Просторнее Чем Собственно тазы Вот поскольку Я вот такой Весь на свежих эмоциях Прям только-только-только Как вы понимаете Со всей этой фигни Вышел пересел Поэтому в целом Тачка конечно Ничего так Арендная И стоила Самое главное Эта тачка Короче стоила Ребята На полтора дня Два косаря Она в день Стоит 1300 рублей Она с небольшими Покосами Но она тем не менее В хорсосте Все дела Смотрите какой бодряк И она ездит Мы на ней Проехали Километров Наверное 200 за эти два дня Съездили в Красную Поляну Съездили в пещеры Съездили еще на кое-какие водопады Короче все огонь Опа У нас только один габарит Горит Я этого не знал Но ближние горят оба Точно Проверял В отражение В отражении стачек Видать Короче Это практически пушка Но 2009 Десятый год Честно говоря Леонексия Это такое время Уже немножечко умирать Видите Потому что фары И все остальное Опрочее О том что Это ребята Машина уже на коленях Даже несмотря на Десятый год Но она в хорошем состоянии Кстати Ничего не боит Не гудит Но тем не менее Это весла Естественно Это весла Это тряпочка Но Какая разница Какая разница Господа Если это стоит Тысяча триста рублей в день На ту же красную поляну Отсюда такси Стоит только В одну сторону полторы Эта тачка За полтора дня Вышла нам в две тысячи Ну и бенз Да я спалил пол бака На восемьсот рублей Еще заправил Короче Две восемьсот И вы на бричане Да Не топовый бричан Но за два косаря Кстати У них же можно было Взять солярис На автомате Я подумал Блин Смысл нормально На палке Фига Плюс это офигенный способ Закосить под местного Как пацан Ездишь Короче Вообще не выделяешься Номера-то 123 Беленькая Nexia Все Вообще Прямо Комар носу не подносит Все шикарно Так что Ребят На будущее Если у вас Какие-то перемещения Причем Я просто Нагуглил Это в интернете То есть Это не какая-то там Контора по знакомству Это не какие-то там Поблаты И так далее Короче Просто гуглите Прокат авто Позвонил в одно Нет Позвонил в другое Нет Позвонил в третье Есть Вот осталась Nexia За 1300 Все огонь Не надо никаких такси Не надо ничего делать Просто берете Такой бричан Ездите И конкретно Экономите бабки И реально Кайф Nexia Спасибо Но сейчас Мы ее отдаем Цель нашего визита Купать Общий настрой Вот это Вот это да Вот это да Слушайте Ну объективно Это лучше Чем Грузия Намного Прямо Если бы у Грузии Были бы деньги Примерно Вот так это Выглядело И теперь я понимаю Куда уходят Деньги подписчиков Сколько сюда Вбахано Конечно Бюджетов Это с ума сойти Но все очень круто Сделать Прям вот Фуникулер Так тихо Дожелеет Вообще Класс И лес вокруг Дикий Вообще Обстановочка Конечно Сугубо По кайфу Роза Хутор Надо сказать Ребят Местечко Такое Прям Атмосферное Хотите Река горная Блин А конечно Холодно Но она Офигенно Холодная Как круто В жару Когда она Холодная Прям леденящая Я думаю Все кто в горах Был в курсе Этой темы Горной Плюс тут же Кинотеатры Всякие торговые Комплексы Гостиницы Все что хотите Отсюда канатная Дорога Самая длинная В мире Йокараной бабай Зимой лыжи Куча всяких Аттракционов Маленьких Музейчиков Еды Короче Роза Хутор Это то место Которое Объективно По насыщенности Инфраструктуре Уделывает На мой взгляд Таких Швейцарию Многие Американские Куроты Еще куча всего Причем Отсюда На канатной Дороге Вы поднимаетесь В национальные Парки Уже Где можете Продолжить С палаткой Рюзачком Свой маршрут По лесам По горам Полазить По ледникам Такое ощущение Что здесь возможно Практически все И практически Круглогодично Это конечно Я не ожидал Что такое можно сделать На деньги подписчиков Но видимо можно Отдельного места В котле в аду Заслуживают Конечно Хозяева Примерно подобных кафе Ну вот например Захотели вы поесть Что-то в пределах Километра двух Тире от Олимпийского парка У вас шансов на это нет Средний чек Блин пытался найти Много разных кафе Составляет где-то Тысяча на человека Минимум Чтобы поесть К примеру Вот это сзади Просто шавуха Знаете сколько стоит здесь шавуха 500 рублей 500 рублей стоит шавуха Еще без гарнира И без хлеба Которая будет в итоге И без чая Это чисто шаверма 460 по-моему рублей Короче дебилы Ребята Реально Дебилы Во-первых потому что 500 рублей Потому что за 500 рублей Блин будет За 300 Стоит мраморная Говядина И в Питере Шавуха Зачем здесь Собственно за 500 Есть самая обычная Которая будет с курицей Ну или даже она Если будет с бараниной Песнем Это не важно Так дебилизм еще в том Что как правило В таких кафе Ничего нет То есть ты заходишь У тебя есть в ассортименте Типа 5 шаверма Из них доступна Только одна с курицей Короче и все Как меня подкаляют Такие темы Когда у вас Шавуха стоит столько же Сколько в ресторане В центре В Питере Где-нибудь с видом На Дворцовую Она стоит столько же Если не дороже Так еще и половины Из всего нет То есть если дебилы Во-первых делают ценник Просто выше московского И питерского Во-вторых Они элементарно Не могут купить жрачки Чтобы приготовить то Что у них есть в меню Блин И вот таких дебилов Здесь в плане кафе Реально в 80% Нормально поездим За адекватный ценник Надо просто поймать такси И уехать за 2 километра От Олимпийского парка Там есть столовая И там есть кафешка Там уже все нормально Но подступиться Как Хотя бы как-то К Олимпийским объектам Вообще нереально И вот от этого пригорает То есть ты оказываясь здесь Просто не можешь пожрать Вот ты сейчас Не хочешь с курицей Ешь шаверму А с чем-то другим Хотя бы У тебя этого не получится И стоить это В любом случае Даже с курицей Будет 500 рублей Парни Еще у Ксюхи Пришлось перепрошить приборку Потому что Старая мне не очень устраивала Как вам сказать По информативности Вот я сейчас еду Примерно столько Километров в час Но это не очень прикольно Когда ты не хочешь Получать штрафы Поэтому пришлось Поставить От Фольксвагена Старую Добрую Сенсорную Пацаны Замечен главпетух Обратите внимание Здесь дело Явно попахивает Администрацией Паблика Миллионника Но не меньше Такое завышенное ЧСВ Еще кукарекает А пахан один У них вот этот Да? Ну и кроме него Естественно Частичка Мимимишности Ну куда же Без кроллов В кактусе И цыпляточки Цыпляточки Все что мы любим В одном месте Петушня Мимими И сочи Кайф Внезапно Оказываюсь у себя дома Вот и все ребята Вот и кончился отпуск Потому что если отпуск Будет длиться вечно У вас никогда не будет Видосиков Вы всегда ругаете На своего начальника Который говорит Типа Ты запарил отдыхать Иди работай Через два дня После того как Не стали выходить видосы На стрим канале Меня вообще Или похоронили Или что-то там Решили что я кого-то Испугался В общем Падальщики не дремлют Поэтому отчасти Толпа Она как и начальник Начальник это своего ругает А сама тут же Ты не запарился Или отдыхать Ты ездил в Дубай Чуваки У вас отпуск Сколько дней в году Вы Блин отдыхаете все По четыре недели Вообще улетевшие Ни черта не делаете Я в Дубай Съездил на шесть Целых немыслимых дней И давайте Еще на шесть Я съездил в Сочи Офигеть Я в этом году Еще две недели Имею право Просто взять И ничего не делать Ну как вы Вы же ничего не делаете Целый месяц в году Отпуск уже у вас есть Типа по закону Ко-ко-ко начинается Так что не переживайте Шесть дней отдохнул Вернулся И уже вчера Для вас снят Ну реально получается Шок-контент Самая дорогая Наверное Самый дорогой Тест-драйв Самый высокобюджетный Наверное На сегодняшний день Вообще в русском Ютубе скорее всего Там Просто космос Просто космос Но это вы все Увидите уже во вторник А сейчас Я дома Мне в Сочи Все понравилось Но я понял Что я могу В принципе За ту же Потраченную сумму Уехать за границу И там получу Больше Вот Основной прикол Сочи Оно может дать тебе все Но За все тебе придется платить Да Вот такой Ребята Забавный видос Я специально вам Рассказывал про Сочи Не показывая Вообще Сочи Ну потому что Вы можете увидеть это Где угодно Спасибо вам огромное Что смотрели это видео Огромные вам всем удачи И пока Мне надо монтировать Шок-контент Да Да Спасибо за субтитры